Господа Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй Его Бога. Говори! Бог благословит! Христос воскрес! Слава тебе Божий наш, слава тебе! Сестра старшая, благословение просит сегодня. Просворы печет в пятницу. Одна живет, труженица, со всеми больными, везде дома-то не спит, по больницам, да бабок берет, да дохаживает. Татьяна, сестра, укрепил бы Господь ее. Два раза упала, уже разбилась. Христос воскрес! Номер 160. События дня. Ну, какой день? Ну, вчерашний, то есть прошедший. Заблуждайтесь, не зная Писания, не силы Божьей. Матфея 22, 29. Вот откуда все идут, все заблуждения, политиков, всех, кто бы ни был. Причина вот только в этом. Господь ответил им. 19 мая 2016 года. Я это выставляю здесь за день, только часть. А какая часть? Ну, может быть, одна треть. Одна треть. Сколько пишут? А-а-а! Я слышал такое. Вот у меня вопросы. 30 томов открытым оком, книги у меня, и каждый том, 752 страницы, но 30 умножь, это много. В каждом томе около трех тысяч ссылок, выдержек из Библии, полностью взятые в кавычки. Понимаете, вот, если понимаете это, то оцените, как это много значит. Любые вопросы отвечены. Это экономика, политика, социология, семья, работа, евреи, мусульмане, христиане, старообрядцы, дети, лагерь, ревня, восстановление. Нечистая сила, где будущее, что 55 папок, 55 позиций. Вот это 4124. Ну, а на самом деле больше. Это, которые мне задавали в университетах, где я вел занятия, 5 университетов. Милиция от около десятки отделов и краевое УВД края. Все воинские части, заводы, фабрики, десятки школы. То есть, думаю так, что более востребованным перестройкой и прочее просто в стране у нас не было. У меня на сумму ходило всего несколько часов. Я возвращаюсь домой, стоят машины военные, полковники все. Что мы решили общим собранием, где-то они военные были, зафрахтовать самолет, чтобы вас из города в город успевать перевозить. Такая была востребованность. А почему? Потому что я свободен. Бог сотворил человека по образу и подобию. И одно из условий подобия это свобода. Свобода. Где Дух Господень, там свобода. А остальные, остальные я вижу, рабы боятся, или их уберут, или они связаны с саном каким-то в системе. В системе. У меня свой опыт есть, наработки, большие, потому что все опытным путем. Я не теоретик. И вот что говорят и как отвечаю, вы заметите. Все вопросы отвечаются по четырем позициям. Первое. Во свете Библии, Святой Библии. 77 книг. Второе. Это каноны церкви, книга правил. В Тиленске поместные соборы и правила святых отцов. Третье. Жития святых. 12 томов Дмитрия Ростовского и 2 тома настольной книги «Священнослужитель». 1173 жития и творение святых отцов. Это 300 томов, вариантов. Откуда брались материалы, брали. Ну и все это пришлось объединять. И главное, чтобы было к современности. Называется экстраполяция событий, перенос во времени и конкретно каждому человеку. Эти книги не оценены по сегодня. Но они будут работать свое обязательно. И они не сегодня и не завтра еще не будут поняты. Как важно понять то, что говорит нам Бог. Почему-то вы, вот меня упрекают, что потому что я избран на это. Я знаю свое избрание. Знаю. Я не стыжусь говорить. Закройте глаза на все. Посмотрите открытым оком во свете Библии. И что Бог скажет? Если избрания не было, ничего и не было тогда. Боятся слова избрания. Почему они не избранные люди эти? Священники, митрополиты боятся. Как тебе можно сказать? Да как так? Ну открой Библию, посмотри. Много званых, мало избранных. Я вхожу в число малых. Я могу назвать день обращения, когда и что. Я делаю такое вступление сегодня, потому что обстановка меняется. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Одной из важных сторон вашего метода открытым оком. Винница методика повторения. Люди разные по своим талантам, воспитанию, образованию и тому подобное. Посему некоторым достаточно одного раза, чтобы услышал, сразу применить к себе. А другим необходимо большее время. Больше или иных условий. Больше времени, наверное, больше времени. Быть может поэтому синоптические Евангелия опознала церковь как богодухновенная. Это Матфея, Марка, Луки и Иоанна. А значит необходимы в своей повторяемости ряда описываемых событий. Святой Иоанн Златоуст прямо говорит, что в видимых расхождениях нет противоречия. Один в англии заказал то, о чем умолчал другой и наоборот. Это все к вопросу повторяемости. Так и в методе открытым оком, это книги у меня так называются, вот как они пишутся, кавычки, три точки открытым оком. Это выдержка из Священного Писания. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Есть ряд библейских стихов, которые вы часто повторяете. И они волей-неволей закрепляются в памяти и начинают обращать к себе внимание, поступки, желания человека, услышавшего их. Одно из таких мест это, если праведность ваша не произойдет, праведность книжек и фапорисеев, то не войдете в Сарство Небесное. Потому что Матфея 5.20, оно ко многим местам относится. Почему мы должны исполнять каноны, правила? Почему мы должны поститься два раза в неделю, среда, пятница? Почему мы должны любить эти поставления церкви? Почему должны платить не десятину, а больше? Вот почему. И поэтому, куда бы я ни повернул, на эту фразу натыкаюсь. Утром пришла вдруг на этот стих. Иной стих. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. В Колоссеам 3.23. Истина так. А ведь эти стихи прямо взаимосвязаны. Если я свою работу, любую, выполняю хуже, нежели ее, или подобную выполняю, это язычник или атеист, то превосхожу ли я его праведность? Вот меня тоже за это упрекали. Я был в работе неукротимый. Ну, я закончил строительный техникум, а работать не дали. Прорабом всего работал чуть 7 месяцев и призвали в армию. А когда уже вернулся, я уверовал. Уверовал и мне уже не давали работать нигде. Даже в бригаде и то не всегда разрешалось. А где-то отдельно. Зимой у меня с собой была только что клин, кувалда, лом, лопата. Под опоры высоковольтной линии строить и где-то одному степи давали, чтобы никто ко мне не подходил. А рабочие все равно подходили. Пурга идет. Такая работа. У меня выработка 280-300%. Все время на любой работе. То есть за трех мужиков неукротимый был в этой работе. И так и получилось на... У меня три позвоночные грыжи. Поднятие тяжести. Несешь рельсы, большие бревна. Ну, где-то люди лукавят. А я как? Я прогибаюсь, на тебя вся тяжесть ложится. И все это раздавило. Одну же операцию сделали. Тяжеленная операция была. Меня носили, катали в каталке. Я обезнужил. Ну, нервы передавленные. Ну, меня берегли после операции. И так, удачно очень. С другой стороны, есть ряд трудов, которые бесполезны перед Богом. Но в то же время, в каком звании кто призван, братья, в том, каждый оставайся пред Богом. Вот тут не просто соединить эти места, которые бесполезны перед Богом. И в то же время, говорит, вот это. Например, если у коллеги-атеиста больше дипломов, грамот, как показатели его трудов, и они заслужены им справедливо, а у христианина их нет, хотя и он трудился на совесть, при условии, что начальство не предвзятое. Как эта дилемма разрешается? Уточнение не атеист или язычник, а, например, иноверец или сектант, чтобы было применимо к парисеям или к книжникам. Понимаете, здесь столько действительно нюансов. У тебя поступал в высшее мореходное училище, уже уверовав. Нет, еще не обратившись. Накануне этого было. 14 человек конкурс был. Это надо понимать, что есть. И три... Сидим одновременно и три варианта решать задачи. Я свои решил по математике-то. И другие там, моящик видит, маленько там познакомился. И я эти варианты решаю. Преподаватель латыш и видит, что я передаю им, и он ничего не сказал, потому что их латышам. И им еще сделал. Три варианта успел сделать. Но запятую в одном месте не там поставил. И мне снизили балл в одном. Один предмет на четверку. Запятую не там поставил. Видите, как показатель какой. Трудился, трудился, а получилось в ущербе. Я отвечаю о повторяемости. Повторение, мать, учение. Это для всех. Для выдалбливания ямки в мозгах. Мне пришлось делать разные печи более 40 лет. И ни одно я не сделал, чтобы были они совершенно одинаковые. Нужно быть везде талантливым. И особенно в вере. Религиозно талантливым. Такое словосочетание я высветил в словах у отца Андрея Кураева. Пусть один кирпич. Пусть один затес в угла кирпича. Дело иноще. Чтобы проверить, есть ли возможность увеличить отдачу тепла хотя бы на час больше. Определить высоту обогревателя, зеркало обогрева. Ширину каналов. И сколько вверх, и сколько вниз для дыма. Потому что вниз бывает два канала. А кверху один. Потому что кверху-то ему идти легче. А там надо пошире дорогу сделать. Но изобрести совершенно новые конструкции мне не дано было. У меня нет на это таланта. Вот у меня брат старший был, Самуил. На пять лет. Вот его талант был. Он мокрый. Сам магнитофоны делал. Магнитофон, ради приемники сам делал. Сам трансформаторы эти, которые там катушки все наматывал. Печь Сущевского есть. Есть русская, смешанная. Голландка есть. А я не изобретатель. Но всегда на практике проверял все изобретения, насколько они совершенны. Когда в 1964 году я жил в городе Пенза, то баптистский пресвятер Ульянкин Петр Михайлович дал мне посчитать мистеронерский журнал дореволюционный. Ревенитель. Подшивка страниц на 1400 примерно. Просчитал, законспектировал и стал уменьшать размер книги. Постепенно до одного тетрадного листа в развороте. То есть четыре страницы. Затем до двух страниц с указанием только мест священного писания. Запомнить все наизусть. 1400 страниц. Законспектировал. И сделал до пяти семи копий и в разных городах отдал на хранение. Два листика. На случай, если меня заберут, то когда вернусь, чтобы хотя один экземпляр остался для подновления памяти. Далее стал разыгрывать, как в трехстах избранных партиях чемпиона мира по шахматам Алёхина Александра Александровича. Если такой вот ход сделает соперник, а если начнется с этого места, то есть в любой направленности тему не потерять. С любого стиха вытянуть остальные с абсолютной точностью. Миссионерская работа в чем заключается. Что за человек? Что он уже знает по теме? Что в его учении уже ему известно? Потому кажущийся повтор не шаблон, а дрожащее зеркало, плывущее в лодке. Вот разберись, что сказал. Что называете дилеммой, то тут вовсе просто. Разная цель, разная высота планки, разное понимание всех нюансов в теме, в работе. Побудительные причины и конечная востребованность сделанного и самоценность вознаграждения. У безбожника повсюду лишь разверстый зев могилы и лопух на холмике обвалившемся. У верующего всюду синего неба и нетленное благоухание, оценка и награда и всего с позиции вечности. Так что и дилемма у безбожия и иного. Зловоние в конечности видимого сгинет. Если это сектант, кто бы он ни был. Его многочисленные сотоварищи всего лишь тень истинной малочисленности истинных христиан. Вот вы каждое предложение разберите. Я вчера когда писал это, сказал. Юрий Соболев. Сердечно благодарю, Игнать Тихонович, за такой развернутый обстоятельный с дополнениями ответ. Дерзну предположить, что он может быть полезен и иным слушателем вашего канала. Про повторение, конечно, я это сказал в лучшем положительном смысле. Для меня ваш ответ на мой вопрос более чем исчерпывающий. Еще раз поклон вам, спаси Христос. Поклоны делает. А преподает в университете, в академии. Преподает в епархии. А я нигде ничего не имею. Никакой бумажки нет. Ни одного диплома, ни одной награды. Ничего у меня нет вообще. Отвечаю. Меня неоднократно спрашивали преподаватели в университетах и директора школ, когда я там вел занятия, где я учился и какая у меня программа. Ответ всегда похожий на вчерашний. Нигде не учился. И никакого даже самого малепусенького образования у меня нет по гуманитарным колдаубинам. И каждый раз, когда я говорю слово к народу, я не могу знать, что будет сказано. Знаю только конечный результат. Достаточно бывает во время проповеди увидеть что-то, или на что вполне может быть нацелен взгляд слушателей, как я тут же вплетаю этот сюжет или картину. Цельность будет в конце, что иногда просто ошеломляет слышащих. Когда я был в гостях, и не один день у церковной писательницы Православной Исповедницы Христовой Зои Александровой Харахманниковой она сказала, вам нужна всегда аудитория, стадион, вы трибун. Я же кабинетный работник. Вот почему мне часто и почти всегда приходится разочаровывать людей, которые говорят, ну как же я смог узнать, что у них именно такой был вопрос невысказанный. То есть болящая точка. Как я? То есть он не задает, а я отвечаю на незаданные вопросы. То есть отвечаю на конверт в письме, который не был распечатан. Двое днем я еще стою и говорю, сегодня я во сне видел вот такое, ну сон это сон. Вот даже сегодня, я говорю, два человека прийти. А в комнате у меня всегда людей полно было. Ночевали до 11 человек, не один на полу. А вся комната 12, кажется, целых 80 квадратных метров. Вот возьмите кухня, мастерская, все здесь, столовая, приемная, спальня, все в одном месте, туалет, все здесь на 12 квадратах. И 11 человек еще спят, и ни один на полу не спит. Вот распорядитесь так своим акульим полигоном. Вот болящая точка у него. И распухают легенды про меня, что я учился у разных знаменитостей. Другие не могут сказать, я вроде у Индии, в Индии учился, у разных экстрасенсов учился. То есть, ну, Григорий Ниски говорит, люди верят только в то, что сами могут сотворить. Я ничего этого не знаю, повторяю, не знаю. У меня программы нет, как так? В университетах преподаете без программы? Нет программы у меня. У меня блаженный фефилакт, святая Библия, а остальное молитва. Почему? Иоанн Затаус готовит проповедь. Ну, человек-то еще сравнивает-то. Я даже мошкой не могу против него быть. Он идет. И вдруг видит нищий, протягивает руку, сам коллега просит милостыни. Все. Сегодня он будет говорить на другую тему. Я к этому не подлаживаюсь, но именно так у меня и есть. Конкретно. Вот подкинули мне тему, эти события на каждый день. Ну, 160-й день, и пока пропуска нет. Братья уехали, я один тут настраиваюсь. Вот кошек всех отправил, какая где, а сегодня у меня вот какая коша. Смотрите, если я не знаю, видно будет или нет. И вот она. Это Надежда Васильевна вчера уехала, а это чернушка у меня. Белая, это белая в деревне, рыжая на чердаке, с каким-то персиком сидит. Ну-ну-ну-ну. Это четко писал угуменотец Кирилл Сахаров с Берсеневки в Москве, близ храма Христа Спасителя, метров за 250 от этой махины ненужной, когда был он в Потеряевке. В теме на Алтайской земле, страница 417. Для слова Божия нет уз. Это на нашем сайте, он открытый. Это высказано им в патетическом взлете. Ну, чтобы понятно было, о чем я говорю, я сейчас покажу. Вот этот наш сайт. Вот он как выглядит. И вот здесь вот для слова Божия нет уз посредине. Только ткните в него, и вы здесь найдете 750 страниц. Какие темы, лагерь, устав, деревня. Все здесь есть. Все. Вот. Я же ничего этого не знаю. Просто Дух Божий наполняет уста. Ой-ой-ой. Ой, за эти слова нападут. Если Дух зла, то оно не согласно будет. И ты говоришь, как ему угодно. Скажут они, обольщение ли это? Ответ на это. Исайя 32, 17. И делом правды будет мир. И плодом правосудия, спокойствия и безопасность вовеки. Вовеки. Недругам и поносителям истинней дальше говорю. А что такое делом правды будет мир? А то, что мне Бог дал дар примирения. А то вам-то, когда вы против-то говорите, там против патриарха, ну, вы слушай, один раз. Вот приходят ко мне люди, притом неправославные, и говорят, у нас в семье такой, сейчас-то разлад, невозможно, там с женой не могу так. Ну, помогите, на машине меня и везет. Я ухожу, они уже друзья. Вот вы понимаете, какое? Ну, у кого было, назовите, вот у православных, так, чтобы были баптисты всех Б, Всесоюзный Совет Ивангельских Христиан Баптистов, Малоузовская, кажется, два в Москве, центр их, и которые отошли, от них инициативники, Совет Церквей называется. И в городе они разделились, они друг против друга. Я приезжаю в этот город, и никто не знает, кто я, но знать, что я баптист, если баптист меня привел баптист, они не знают, но я говорю слово, и тут же, во время слова, они плащут, просят прощения друг у друга, и объединяются общим. Да какое тебе дело до баптистов? Мир. Где мир, там они принимают слово Божие. Кто мне приводит, делается православным священником. Это все в дальнейшем будет. Один из них, старший пресвитер, это в другом месте уже, делается священником. Старший пресвитер, это у них епископ. Это мир. Сегодня самое страшное, что если это подделка сатаны под образ Божий, вид ангела принимает, это миссионерские отделы. Они понятия не имеют о миссионерской работе. Мир, они сеют раздор, то есть совершенно противоположно делают. Нападают на кого-то, даже на врага нельзя нападать. Ты миссионер. Ты должен в себе аккумулировать это все и найти нужность их писания, ключ от веры. Они понятия не имеют. У православных более всего к миссионерам подходит отец Глеб, Глеб, говорю, Олег Стеняев. Он в Потеряевку приезжал, беседовали с ним. И то, и так, только от счастья. А остальные ни одного не знают, но не считается Геннадия Фаста. Потому что он знает все и говорит, и человек мира. Чтобы был мирный, мирный. А только заговорил, все к войне будут. Это Давид говорит. Недругом поносительным отвечаю, что будет мир и плодом правосудия спокойствия и безопасность во веки. Амос 6.12. Бегают ли кони по скале? Миссионеры, слушайте внимательно. Амоса. Можно ли распахивать ее валами? На горах. Вы, между тем, суд превращаете в яд, миссионеры. И плод правды в горечь. Вот все епархии чем занимается. А с Дворкиным во главе. И плод правды в горечь. И 13 стих. Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите, не своей ли силой мы приобрели себе могущество. Патриархия там или что-то. Папа Римский вот сейчас начинает и разговаривает и выходят малолетки на эту тему лопочут. Священник. Крест на нем. Вчера только видишь, на мой сайт зашел один. На тебя не больше 23 лет нету. Ты антиканоничный. Ты еще не священник. Тебя только извергать надо. А это для евреев было написано. Еще он молотит. Что для евреев написано? Было так правило, канон, Вселенский Собор. А показать он какой патриот. Он сейчас, говорится, хвостом виляет. Зачем это нужно? Патриотизм показывает это. Никому вы не нужны. Ты скажи слово правды, как Иезекииль 3,18. Виновен патриарх. Скажи ему правду в глаза. Позаботься о его душе. Иначе кровь его на тебе будет. И вот лебезят, лебезят друг перед другом слюнявые. Прямо смотреть тошно. Этот же вопрос задают мне профессора, исследователи работы нашего детского православного трудового лагеря Стана. Откуда вы взяли? Представьте, приезжает профессор психологии, живет, исследует, как в течение одного месяца ребенка родители приезжают, узнать не могут. Лицо изменилось даже. Он как голенище кирзового сапога был. Наркоман. Он был ярый такой, прям никуда. То есть на миссионера так его можно было ставить, больше никуда. И вдруг мирно сестренку ссылует к родителям, обнял их. Они до того удивлены. И вот где? Главное качество любовь. И выводят. Движите лагеря любовь с большой буквы. Ну кто о вас скажет любовь-то, когда вы только людей ссорите? Выходите на улицы. Вот этот Царионов ходил там с кирпичом. Дмитрий говорит Смирнов, как? Берите камни, бейте. Иритиков, что вы стоите, объединяйтесь. Да его судить надо. Судить. Подстрекатель. Это не экстремист. Это просто беда такая. Священник. Сначала с себя лишнее килограмм пятьдесят скинь. Садятся на кресло. Стул-то не вмещает заднюю часть. И ответ тот же, что и вчера. Во всем доверие Богу и молитва непрестанная. Везде. И когда говоришь, откуда известно? Неемия. Прочитайте его. Первая глава. Вопят за их обличение мною. Что ж, такое было, когда оправдывали разорение в стране и в церкви. Итак, разве сказано во Святой Библии сказано только для одного человека? Или краешка может коснуться и других? я поясняю, я поясняю, как бы, отвечаю Юрию. Или же все сразу умрут от прелести и гордости. Первая макавейская сень. Итак, пошли теперь мужа, кому ты доверяешь. Пусть он пойдет и увидит все разорение, которое они причинили нам и стране старя, и пусть накажет их всех и помогающих им. Накажет всех и от патриарха до самого последнего. Итихон пошел, все под нож пошли. Все. Бутова забущена, храмы закрыты, монастыри разоренные, поленицу складывают попов, вниз головой с колоколем. Дожились, вплотную подошли к этому. Я криком кричу, не делайте этого, что делаете. Не делайте, ищите мира. Как они нападают сейчас на патриарха, бесом называют. Патриарха с папой два беса встретились. Это что, ладно? И вот разъезжают специальные как бы миссионеры, там есть такие, что Авель, Семенов. Людей паспорта выбрасывают, жить не на что, и теперь ужас один. И вот запомните Маковейская 7.7, две семерочки. Серахов 3.15 Боящиеся Господа не будут ненаверчивы к словам Его, и любящие Его сохранят пути Его. Божие. Третья езда 14. Я открыл уста мои, и вот полная чаша подана была мне, которая была наполнена как бы водой, но цвет того был подобен огню. Это из легенды уже о пророке Илии, о тех совах пророка Илии. Не легенда, как говорится, из предания еврейского. Видели, как Его ангелы кормили огнем и пеленали в огненной пелене. Мне дано. Меня называют огнепальный, но я не похож на огнепального авакума. Этот вчера выступает в священниках. Кто знает, раскол сделал авакум, кто его знает, он забыт. А Никон, вроде Никона знает. Да спроси православных Никоньян, ты ни один и Никона не знает. А у православных он канонизирован, все его знают. Вообще ничего не знают. И лопочет, лопочет, повторяет. И же говорит, смотреть стыдно. Желторот, июнец вышел, ты не священник. Зачем ты нужен-то вообще? Псалом 18, 11. Я Господь, Бог твой, извешивший тебя из земли египетской, открой уста твоей, я наполню их. Вы это знаете? Вы слышали этот голос Божий? Мне это было сказано. И сказано не один раз. И я это сделал в первый же день, 1962 год, 27 сентября, 17.00. И уже удержать хотел себе пророк Еремей. Говорит, удержать, но внутри меня в костях моих как огонь был разлитый. И ничего не могли сделать. Сколько меня не мяли по тюрьмам, везде, бесполезное дело. Я и там свидетельствую. Первый допрос в КГБ, и я начинаю следователя обращать. Господь делает это. Хотел бы молчать, но не удастся. И вы-то что говорите? Слово Божие, как огня боитесь. Премудрость Соломона. Вот что интересно, я не выбирал, только потом увидел. Первое Маковейское, 7.7. И тут 7.7. Посему я молился, и дарован мне разум. Я взывал, и сошел у меня дух премудрости. Так это Соломон говорит. Ну, не только к Соломону это относится. Дух, что Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он дает дух премудрости. У меня были беседы с очень важными людьми, и с академиками, и с профессорами, и люди, которые закончили академию, полковники, целая комната. И после моего выступления перед их курсантами, они вообще не могут остановиться, готовы прыгать. И говорят, у тебя какое состояние? Сами хотят меня чем-то угостить, к себе привели. Один вот сапоги подарил, я взял, 43 размер, яловые сапоги. Они в облу тут, и пиво, ну, хоть как-то угостить. Друг друга спрашивают, какое впечатление? Он говорит, у меня какое впечатление после моего выступления у них? Что будто бы я вообще не учился, ничего не знаю. Ну, что, зазомбировал всех военных в один день? Вы понимаете, что? Вот я пришел, ну, в это расписание вклинились московские артисты. И мне начальник, который привел туда, а их 475 военных, и говорит, устали уже все, они тут долго выступали, слушать не будут. Ладно, на другой раз. Я говорю, ну, немножко, минут 10, да нет, сейчас обед скоро будет. Ну, я говорю, я такую дальше шел, машина нет. Ну, скажи. Я стал опять беседовать, они не первый раз. И вы посмотрели бы на них. Проходит 20-30 минут, он подошел и показывает часы. Ну, я говорю, в столовую надо идти. Нет, нет, вы закончите. Я дальше говорю, час, второй час пошел, второй час. И он не может их с места сдвинуть. Что это? Это я псевдо-правоповедник, псевдо-миссионер, и у меня, если Бог так дает внимание людей, то ваш это, почему никто не слушает? Вы одно и то же. Дворкин у вас миссионер. Юрий Соболев, аминь. То есть, да будет так. Слово Божие, это и есть фундамент, камень для всякого образования, высшего, как и образовывающий путь к высшему, ко Творцу Всего Сущего, Господу Егове. Благодарю вас за назидание. Вот я повторяю. Ну, конечно, повторяю. Ну, повторяю. Ну, по-другому-то никак нельзя. Чтобы люди-то это запомнили. Хорошо, чтобы запомнили. Вот я сейчас немножко покажу, как это я делаю. Вот здесь что у меня? Где? Минуточку, сейчас я покажу. Это я хочу найти, какое слово, чтобы вдолбить. Вот. Вот смотрите. А про Егову. Почему я употребляю? Что я написал? У Бога во Святой Библии около 500 имен. Но когда Бога спрашивали святые, Он всегда отвечал, что имя Его и Егова, то есть Яхвы, Яхвы. И скрывать Божье имя преступление. И вот 8 мест. Я не знаю, видно, не видно это. Ну, прям плохо мне без хлопцев моих. Сейчас я повыше подниму. Вот оно, где может получше так будет. Вот эти места, которые просто необходимо выделить. 8 мест в Библии, которые показывают, что имя Божие и Егова. Снимите это и будете знать. В Святой Библии синодальный перевод 8 мест в Библии. Вот они все. Имя Его и Егова. А это было сделано в православии в течение 2000 лет. То есть скрытые имена. Вот я и делаю упор, чтобы раскрыть сокрытые. Это имя Божие Егова, Яхвы, Яхвы, было заменено на Адамнай или по нашему Господь. И это имя в оригинале в Святой Библии встречается более 7000 раз. Так что же, так что не я тут на виду, а туманно пустившие. В моих книгах открытым оком в 32 томах у меня имя Егова встречается 2944 раза. Ну как? Мне говорится, не бедно? 2944. Я специально увеличу, чтобы по мозгам стукнуть. 2944 раза. Да это во всей православной литературе за 2000 лет не поминалось столько раз имя. И одно из них только в моих 3667 стихах моих имя Егова только в стихах, повторяю, только в стихах, которые я написал, которые называю проповедь в стихах. 936. 936. Да во всей мировой литературе у всех поэтов не встречается столько раз имя Егова. А ты чего сделал-то? Попрещай, миллионы часовые стояния в храмах и буквально нигде не слышится за богослужениями имя Бога Егова. Ни в канонах, ни в акапистах, ни в молитвах, за живых, ни за упокойных, ни в утренних, ни в вечерних молитвах. Ни разу мы считаем досветиться имя твое, а имени-то и не знают. Нонсенс! И слово имя по отношению к Богу встречается везде в молитвах. И ни разу нет самого имени. Как же можно так омертветь, ослепнуть, чтобы даже вопросы подобные себе не ставить? Считается книга из Святой Библии Псалтырь. И по живым, и по умершему в богослужениях и слово имя встречается в разных падежах только в этой самой книге Псалтырь 103 раза. Как, например, Господи Божий наш, как величественное имя Твое по всей земле. Слава Твое простирается превыше небес. Отправить никто может. Или Псалом 21, от Апсалом 8 был. Буду возвещать имя Твое братьям моим посреди собрания восхвалять тебя. А где же само имя Божие? Сто три раза скрыли только Псалтырь. Оказывается, что в оригинале Псалтыре это имя Божие упоминается 702 раза. 702. Если только не по мозгам, то я не знаю, уже еще можно сказать. 702 раза под словом Господь. Так при чем же тут свидетели Юговы? А вот уж так дошло, что имя Божие ассистрируется и сразу же с этой сектой. Но уж никак ни с православными, ни с католиками, ни с иными, где имя Божие намертво сокрыли. Ну не люди же сами это сделали-то. Кто-то же надел эту властеницу на голову. Вот я и делаю упор, то есть повторяю, чтобы раскрыть сокрытое. Это имя Божие Югова Яхве Яхве было заменено на Адонай или по-нашему Господь. Ну здесь еще представляются фотографии и прочее. Еще запомните. У меня в книге сколько раз встречается и вот в стихах, но в это же входит. Почти тысячу раз в стихах. И опять же А почему никто на вас не повторил? Ответ, потому что я еще не родился. А я родился и вот Господь мне это доверил. Почему никто нигде ни разу не сделал, не возвел на две другие ступени канона Рея Критского? Посчитайте, как на то же самое, те же события, но на благодарение. Не помилуй меня Божий, а благодарим тебя Христе Божий наш. И на третью ступень слава тебе Божий наш. Потому что я не родился. Почему никто ни разу не прокомментировал толкование блаженного фифилакта? Я 297 комментарий дал, потому что я еще не родился. Мне это доверил Бог. Но это прямо уже тут меня за это задолбит. Вот отвечает дальше. Слово Божие есть фундамент, камень для всякого образования высшего, как образовывающий путь к высшему, то есть к Творцу Всевысущего, Господу Иегове. Благодарю вас за назидание. Отвечаю. Не трудно ли воспринимать сказанное, если бы не встреча с Иисусом, не переход от смерти в жизнь 27 сентября 1962 года, то и разумение смысла жизни, и надежда на полное исцеление и прощение, дарующие радость бытия. Все это было бы не в тумане, не в ведении только, а в небытии по отношению ко мне. Юрий Соболев. Не только нетрудно, но до прозрачности легко, понятно и радостно. Для неверующих же сие есть туман, мрак и смертоносный запах. Ансар Бегелыевич. Бегулыевич. Ну, неправильно прочитал, тут плохо видно. Здравствуйте. Меня сильно интересует одна глава. Можете помочь с толкованием? Послание к евреям. Шестая глава. Четвертый, шестой стих. Вот. Ну, у кого есть, проверьте, правильно написано или нет. Я специально выделяю, как у нас принято жирным, курсивым и красным светом. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божий и сил будущего века. Невозможно и отпадших. Невозможно опять обновлять покаяние, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Почему я так говорю? Многие есть по глупости после познания истины. Отходят, ходят в мечети, в оккультные места, не находя там ничего, хотят снова вернуться к Господу. Но после прощения этого послания к евреям, Шесть. Не шесть, четыре, а четыре, шесть. Думаю, что все, конец их настав, надежда умерла, отчаялись окончательно. Может, у каждого человека есть точка невозврата, когда терпение Божье кончилось, но большинство, к сожалению, не понимает этого. Видите, сколько вопросов поставил? Шесть. И большое спасибо, три вопроса. Я объясняю. Блаженный феофилакт. И это же самое место беру из блаженного феофилакта, как оно есть, и переношу в ответ. И не сказал, не полезно или неприлично, но невозможно. Так что привел их в отчаяние относительно надежды. То есть, я не буду считать, прочитайте сами, я задержу немного, а вы тормозните. Потому что это толкование блаженного феофилакта. Вот оно. Вот я ему послал от блаженного феофилакта. Ну, к этому ничего нельзя добавить. Вот оно и идет как. Ансар Беглыевич. Таким образом, двумя способами подтверждается невозможность этого дела. Во-первых, тем, что кто был удостоен таких благ и все растратил, тот уже не достоин снова наслаждаться теми же самыми благами. Христианин, который осознанно упал, может растратить или как? Только что я ответил ему. Я не понимаю, показано, что надо внимание закрепить. Начнем. Вот что. Самое. И от падших опять обновлять покаянием. Когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются ему. Пишу, от падших. То есть, и не покаявшихся, не исправившихся, но когда они снова распинают. Вот начнем акцент сделать. Распинают, то есть, продолжают делами в настоящее время, не в прошлом распинать. Вот в этом все, больше он не спрашивает, то есть, доволен. Юлия, здравствуйте, дорогой Игнатий Тихонович, прошу вашей молитвы. Летим 25 мая из Греции домой, в Барнаул. Прошу о молитвенной помощи о безопасном перелете. Приехать домой живыми, здоровыми, невредимыми. Да прославится имя Божье. Слава Христу! Сохрани Господь на вас. Владимир, Никиту, Виктор, Игорь, Дубунова, Надежду, Аминь. Вот я прошу всех помолиться также. Всех помолимся, дабы Юлия возвратилась, с кем она есть живой. Андрей Ложкин пишет, город Мурманск это военный, военный, который служит в вооруженных силах Российской Федерации. И вот услышал, прочитал и приехал сюда, побыл, в лагере поработал. Мир вам, Игнатий Тихонович. Спасибо, Христос, вас и братьям за такие чудесные видео, фото, аудио, материалы. Постоянно слежу за вашими роликами. Понимаю, что сегодня именно самый благоприятный день. И для того, чтобы мы духовно питались от вас. А вы с нами не всегда будете вживую. Рано или поздно Господь вас призовет к себе и останемся мы сиротами. Но с нами будут жить ваши труды, которые мы, наверное, еще не скоро оценим. И когда говорят, вот, не будет вас, не будет батюшки, как будет? Отвечаю одним словом всегда, может быть, еще лучше будет. Это нам кажется. Убивали Степана, плакали, ой-ой-ой, как будем теперь? А на его месте вышел другой, Савл. И что дальше будет? 14 посланий только сохранившихся. Когда мое сердце приняло Христа как собственного искупителя через ваш видеоканал, я начал постоянно духовно питаться и нашел для самого себя все интересующие меня вопросы. Вот посмотрите, я отвечаю, батюшка важнее. Я остаюсь в книгах, а батюшка уходит, остановка будет меняться. Вариантов несколько. Которые мне никогда не говорили в жизни. А вы сразу же раскрыли эти вопросы и ответили на них с таким размахом, с каким я не был готов окунуться и почти тонул в таком канале. Многие из нас, находясь в православии, не задаются разными вопросами, относящимися к нашей вере, а их на самом деле очень-очень много. Ваш форум и видеоканал это как раз показывает. А почему у нашего народа не было раньше таких людей, ходящих в Божьей истине и движимых Духом Святым не отвечали на такие вопросы? Видите, вопрос какой? Я могу ответить. Наверное, это не вопрос, а так мысль для размышления нашему народу. Ответ один, потому что я не родился, мне Бог положил на сердце, я делаю. А почему не было, это пусть ответят те, которые знают что-то. Но Господь послал нам именно вас, не обремененного ничем, простого крестьянина, Тарапми, там, говорится, который может поговорить с любым человеком на интересующую тему, а ты попробуй подойди к чиновнику и задай ему вопрос на любую тему, при этом показывай камеру, что снимаешь и увидишь реакцию. я в жизни ни разу еще никому нигде не запретил ни фотографировать, ни снимать. Вот я иду дорогой, краевая администрация, только вышел из нее, идет депутат какой-то или кто-то, увидел меня, о, простите, так я так хотел с вами встретиться, фотоаппарат у него на шее идет, можно с вами сфотографироваться? Ну, мне какая разница, идет кто-то прохожий, он ему фотоаппарат, руки, сфотографируйте, сам улыбается, улыбки нет. Я стою в аэропорту, там, японцы подбегают, подошли, финны, в Америке полицейские, там, всем, всем сфотографируются, а почему? А я не искусственно одет, в сапогах, в военной рубашке, без погон, конечно, с бородой, рюкзачок, а рядом стоит епископ, здоровый, огромный епископ, на него внимание никто не обращает, он с широкими рукавами, там метр, ну, то есть, юбки сегодня более узкие, чем рукава архиерейские. Как важно принять всем сердцем, что у вас написано, просто раскрыть сердце и впустить в Христа, жить по Его Слову, не ища никаких научных доказательств, не вырывая трупов, не поклоняться камням и статуэткам, а просто жить по вере, по Слову Божию, римлянам, и так вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Не думайте, что человек не признает иконы, сейчас ухватятся, у нас иконы есть, поклоняемся и целуем. Но люди начинают только за этим гоняться. Католическими статуэтками обставились. Но, как оказалось, в наше время мало его слышать, но надо еще его растолковать, Слово Божие. А теперь каждый растолковывает, как умеет, что и видим в создании сект в многочисленном виде. Кто из других народов во всем мире может сказать, что у них появился такой человек, истинный христианин? Мы можем сказать, что у нас есть Игнатий Лакин. Вот видите, как человек оценил. Ну, сейчас нападки будут, что я это поместил у себя, а я их не выбрасывал. Теперь, смотря разные видео и слушая разные речи, выступления, не могу все не сравнивать со Словом Божиим. А это первостепенная инстанция и сразу режет слух, что идет либо лукавство, либо пустота. Абсолютно точно. Или лукавят друг перед другом бояться перед архиереями, перед властями. Или пустота не знает, о чем сказать. Я вот недавно немножко сказал, там выступает, вот говорит, шарит, там другие, еще шарятся, когда Слово Божие далеко отстает. Благодарю вас, Игнатий Тихонович, что имею возможность общения с вами. Молю Бога за вас, как за духовного отца. Видите, военный и зазомбировал его как-то человека этого. Видимо, так они понимают. С духовного отца. А у меня нет никакого звания. А именно рождение духовное и делать духовным отцом. Я родил вас во Христе Иисусе благовествование. Много отцов. У вас, говорят, что наставников тысячи, а отцов немного. Сейчас назад. Дмитрий Игоревич, 4 часа. Получил пару горячих, пару горячих. То есть, на мой ответ я ему рассказал и ставлю лайк. Зазомбировал, наверное, вообще. Пишут юристы с большими званиями и все смеются над этим словом, которым, ну, окрестили там разное, сидит там Самсонов, какие-то миссионерские, лживые эти отделы, там, Дудин, Скоратовский. И вот Лопощут, а еще сами не знают. Ну, простите меня, если не так было-то. Ну, успокойтесь, несите людям мир. Я для вас не досягаем. Почему? У меня должности никакой нету. Нету, вы рабы. Вы даже не знаете, что вы лебезите, лукавите, хитрите, чтобы ставиться. Вы не те, кто вы показываете себя перед людьми. Вы дома другие. А кто мы такие другому? Ну, сами себе решите, не буду ничего вам говорить. А вот получил пару горящих. Игнатий Тихонович, можно ли скачать откуда-то устав лагеря Стана? Отвечаю, ну, вам зададут вопрос лагеря. Сами образуйте лагерь детский. 45-й год будет. Я не миссионер, как вы говорите, лжемиссионер, там проще это. А сколько детей, которые приняли крещение, уверовали, все до одного православные. И сколько из моих детей в лагере стало священниками. И все они в патриархии, все до единого. Это что-то говорит? И ваши слова, это только награда для меня. Мое имя, как не угодно, я поносите перед Богом. Покажите, где в ваш детский лагерь приезжали дети, которые ничего не знали и стали священниками. Да непростыми. Я отвечаю, где? На нашем сайте, на главной странице книги для Слова Божия нет уст. Там все в оглавлении и найдете. Вот и все. Вы на это показать не можете. Я попутно хочу сказать. Вот ответы я даю по Библии. Это 4124. Сейчас мы их озвучиваем. Это уже 36-е. Но они начитаны, их закачали там в другом месте. Бывает в другом городе, где модераторы работают. И теперь замки я снимаю. А они не высвечиваются на канале. Нет, они там, на 200-м месте уже. Но я их переношу в мой мир. И вот это в моем мире, вот это мой мир. Вот на этой странице они вот здесь есть. Вот посмотрите, это события дня. А вот они, ответы. Тут я его перенес сюда. Я его сегодня открыл. Это знамение Каину. Видите? Да, знамение Каину, это вопросы и ответы. Да. И другое там есть еще. Занятия в Потеряевке. Они тут не высвечиваются. А почему не высвечиваются? Ну, потому что далеко стоят. И занятия в Потеряевке. Их 123, уже 55-е пошло. Но они перенесены в мой мир. Поэтому заходите в мой мир. Ну, вот так. Теперь я покажу, что в моем мире. Как? Видите, я в шапке. Несколько страниц у меня открыты. Модераторы ведут. Когда один за счет остучается, открывает второй. Вот. Но там я с голубем стою. Разно. Здесь я в шапке. Вот такой вот. Ну, судят меня. Посмотрите, какой он лукавый. Как смотрят. Это я забежал в редакцию. И там сразу же фотограф подбежал и начал меня сфотографировать. Ну, представьте, фотографируют. И сколько снимков, вы думаете? Пришли когда к нам. Я дал мне. Я посмотрел. 130 раз сфотографировал. 130 раз. Вот ведро увидел, я иду. Вернитесь назад колонки, опять пройдите. Почему? Какой я фотогеничный, что ли. А вот нужны им. И где вот бывает, что-то там пишут религиозное, на корочке своих книг ставят фотографии. Наши фотографии. Потеряевские. И при том, мне днем. Душиинов, Игумен, Игнатий, Московская патриархия. На развороте батюшка крестит, что на нашей визитке. Ну, и теперь я это лишнее убираю. Вот сколько сегодня открыто, это уже здесь. Два, три, четыре. Ну, и вот. Это наш форум. Посмотрите, какой красавец. Это батюшка. Вот. Пасхальный день. Христос воскресе. Рядом воистину воскресе. Это диакон Евгений Ильичук. Вот еще в это время он трудился. Ну, яйца нужно красить шелухой, они это так уж поставили. Батюшка вот на приходе в храм Христос воистину воскресе. Ну, вот что поставили. Ирина Румянцева-Кошелева. Душа уж это точно. Ежели обожжена, справедливей, милосердней и праведней она. Игнатий Ихонович, спасибо вам за дивный фильм о мученице Ирине. Вот о фильме. Это я насчитал. Все жития святых. Видите, сколько благодарностей. Здоровья вам и долгие-долгие годы. С уважением, раба Божья Ирина. Ирина любимого. А это Румянцева-Кошелева. Усенко. Лишь бы ангелы были с тобой в трудный час, помогали советам. Отец Игнатий, спасибо вам большое за поздравление и внимание. Очень признательно. Вот какие люди пишут. Смотрите, как расположены. Наталья Старыгина, Новосибирск. Я их никогда не знал и не знаю. Игнатий Ихонович, низкий вам поклон за ваше служение Богу, крепкую веру и несение свет людям. Очень прошу ваших молитв об укреплении веры и любви к Богу и ближним и наставления на путь истины раба Божия Виктора, мужа. Да обратите его Господь, да поможете ему служить Богу и быть истинным служителем. Дальше. Валентина Ракова. Я не знаю, что эти точки означают. Это модераторы мне переносят. Интересно знать о нем и Игнатии. Ну, это книга для Слово Божий на сайте. Екатерина Мелехова, Тимачева. Игнатий Лапкин. Это последний пророк погибающий России. Да с большой буквы. Я ее не знаю. Первый раз вижу. Ну, видимо, много здесь наложили на похвалу. Сейчас другие могут пойти. Елисавета Гончар. Христос воскресе. Игнатий, как тебе не стыдно поносить епископа? Он поставлен Богом и Церковью. А ты его хулишь. Ну, уже страшить все Божьего суда. Тебе уже скоро умирать. А ты просто ведешь себя как трус. Или ты не в ответе за свои действия? Ну, не сходится. Если я обличаю епископа и трус, это не совмещается. Трусы те, которые молчат. Златоуст говорит, никого я так не боюсь, как епископов. Большая часть священников погибает с епископами. Я Златоуст. Серафим Саровский молился об Эльхириях. Ни одного не нашел спасенного. Так что не напускайте зря тумана или совета. Не надо тут лишние слова говорить. Я не хулю. Если я хулю, покажите где. Повторяю, Языки или 3.18.20. Прочитайте. Если я не буду это говорить, что мне Бог побуждает, я погибну. Его кровь Бог с меня зыщет. Павел говорит, я не упустил ничего, о чем бы ни сказал. Поэтому я чист от крови всех. Они не возвещают народу истину. Народ живет во грехах. И петь им я не действует. Отлучения нет от причастия. Только причащайся. Все перевернуто. Все. Все каноны забросили. Так это я делаю. Или они. Вы посмотрите, какой у нас порядок в нашей общине. Найдите такую общину, в которую сами поставили правило, никого нельзя приглашать. Да как тогда будет? Нельзя отсылаем в храмы Московского Патриархата. Вот просится человек, попросится. Один раз можно прийти. Вот только так, посмотрите. И вот служит у нас архиерей, вот сейчас был митрополит Сергий Иванников, митрополит Алтайского края Барнаульский. Посмотрите, его службу записали два часа. И у себя посмотрите, какой порядок. Даже шепотом ни одного слова нет. Ни один не переступит ногами. Григорий, Гринько, Христос воскресе. Тут меня обозвали трусом, значит, что я не страшусь Божьего суда и мне скоро умирать. Ну, правильно все сказал это. Ну, только ну, что я трус? Если я трус, то показать, где я трус. Выступает первый секретарь КПРФ Женодорожного района против меня. И когда узнал, что я выступал при советской власти, он знает, вот это мужество! Сам коммунист и забыл, что меня надо топить. Что против секретаря идеологии Морозова выступили? Это героизм в то время был! Трусом меня не признали ни в КГБ, ни в тюрьмах, нигде. И 26 лет психиатрии, где мучили меня. 26 лет нигде нельзя поступать только на самой низовой работе ассенизатором. Ну, трусом не знаю, если я не хочу быть трусом. Участь боязливых в озере Огненом. 21 глава, 27 стих Откровения. Покажи мне или советушка, пожалуйста, Григорий Гринько, Христос Воскресе, Гринько, может быть, с Украины, может быть, с Ростова-на-Дону, откуда Владислав? Из-за Владислава этого Всеволода, Всеволода, подище, Владимир Александрович, вот, прислали его в Славгородскую епархии, епископам, год только как рукоположили. И он навалился всем запрещать с нами встречать. Архиерей приехал, петрополит, а он никому не разрешил священников. Ну, сзверствует, я показал. И вот, вот видите, какой человек хороший. Ну, я бы, описывать я не буду ничего. Интересно, приехали там с Конга, и один, ну, целуется, а Брежнев-то любил целоваться в засос буквально, и целуется с ним, а по-своему говорит. А дома едят, человечину едят. И говорит, упитанный какой, упитанный. То есть, не попади, дорогой мой, Григорий, в то место, где говорят так. На шашлык сварят. Ну, вот, не знаю, застегни рубашку. Вот, рубашку застегни, это масонский, да еще вот я расстегнул ее, этого нигде нету. Вся война прошла при засегнутой. А это или в Галстоке, или засегнутой. Я первое скажу, где это, дома на диване, или что-то. Ну, что здесь? Здесь на меня должны что-то сказать. Игнатий, вы щадо сатаны. Вот так. Они не судят никого, ничего. Ни разу не встречался. Что считал? Ничего не считал. Вот одно только брюхо видать. Щадо сатаны. Клеветник на епископа Христовой Церкви. Я уже знаю, что это из Украины, потому что этот поничь оттуда, из Ростова, но вот это его. Тебя, дурака, Господь, вышвырнет с Царства Небесного. То есть, до сегодняшнего дня и с Царства Небесного он вышвырнет. То есть, я чадо сатаны, это уже где-то он близко к епископам знаком. Такие слова только они могут говорить. Клеветник! Ну, покажи, по каким признакам я чадо сатаны, пока это обвинение не доказано, и что клеветник на епископа Христовой Церкви тоже не покажет. Тебя, дурака, и что я дурак, ну, тоже показать надо. Господь, что вышвырнет, значит, он точно знает Царства Небесного. Я говорю, что на Алтае он не будет работать, этот Всеволод. Нет, его уберут. Согласно 55-му апостольскому правилу, это одно единственное правило, правило, а их по полноте-то 989, только одно исполняется. Что? Какое? Кто досадит, епископ отлучен будет. Как досадить? У него шлейф, и сзади наступил священник, все, не так подал, не так пуговку застегнул, досадил. Так что сиди в своей дырке, потеряевке, ну, в дырке, маленькая была бы, туда бы не пролезли большие начальники, приезжают в гости-то. А не гавкай на архиерея. На архиерея гавкать мне не запрещено, как протопопа вакуум говорит, и я лаял Никона. Никона лаял. А священники, это псы, бредящие лежа, немогущие лаять. Если собака не умеет лаять, он ничего не охраняет. И собаки в монастырях везде, и в епархиях везде бегают. Не гавкай на архиерея. А почему не гавкать? Это волк. Волк? Я и гавкаю на него, я волкодав. А то взяли моду, мирянин, архиерея судит. А где запрещено, архиерея или мирянин? Нету, я слово Божие говорю. По слову Божие. Но, тут еще одно. Но, возвращаюсь, я вас не сужу никак. Но вижу, что вы не изработались. На моей работе вы бы не были. Сложите, во сколько на животе у вас будет складка. Если больше 6 мм, значит беда. Убрать. Лишнее нужно убрать. Вот так. Ну и вчера какой-то Григорий позвонил. Это тоже Григорий. И говорит, простите меня, я на вас там что-то выставил. Помолитесь обо мне. Ну, может быть, это он, я помолился, если он. Но я не знаю. Тут не написано откуда. Тут вроде бы с Ростова позвонил-то. Но я вам подсказал, что почему-то рубашка заправлена у вас, как по немецкой форме. У русских везде рубашка на выпуск с пояс. Там же в Лев Толстой стоит и рука за пояс заткнута. Вот. Ну, видите, что маркерия судить не запрещено. Не судить, а обличить. Марина. Здравствуйте. Не нашла на вашем сайте ответ, почему в полигамии рождались великие люди. У Анны она была первой или второй женой-то. Видите, первой или второй не имеет значения. И что в полигамии рождались талантливые люди. А бывает, в семье пьяниц рождается талантливый. Какой он талантливый? Ну, Господь так делает. А бывает, один ребенок родится и никуда не годный. Это, ну, возьмите, даже двойня. Один Исаф, другой Яков. В апреле рождается там и Ленин, и Гитлер. Какие они там талантливые? А там же и Благовещение. Ну, больше как будто ничего нет. Вот. Так что, я попрошу вот что. Кто может, напишите мне, по каким признакам, если Григорий не ответит, по каким признакам он определил, что я щадо сатаны. Щадо сатаны. Ежедневно у меня семь раз на молитву, не считая утреннее, вечернее. С ночными молитвами. Я клеветник. Клеветник это плохо, дьявол это. Тут щадо сатаны, а клеветник это дьявол, диаблос, по-гречески. Вот. Церкви Христовой, эпископа, тебя, дурака, Господь вышернет. Церкви Христовой, церкви Христовой, ну, откуда он узнал, это тоже непонятно. То ли он в канцелярии у Бога, и Бог ему это сказал. Ну, так, говорит, я выбираю. Ничего не выбираю. Вот видишь, сколько тут они говорят, Элисавета, и Григорий, да благословит их Господь. Всякое такое поношение есть награда, ибо велика ваша награда на небесах. Ну, и дальше покажу. Это наш видеоканал православный. Хороший канал. И вот здесь все найдете. Заходите. Вот сегодня я выставил панихидов по Теряевке, концерт по Теряевке. Сейчас здесь идут, и вы видите тут митрополита, священников, ну, и как хорошо в деревне, ну, и тут какие наши разговоры. Просят хоть раз. Я сейчас, когда снимают здесь Володя или Никита, они направляют, когда я говорю, или туда. Нету. Ну, я как, как я не стану, меня все равно плохо видно. Вот. Это я, не кто-то другой. Богу слава. Спасибо.